Добрый день, девочки. Наступил другой день. Сегодня мой влог посвящается мотивации на уборку. Мотивация на уборку не такой, которая, например, я делаю каждый день. Например, убираю детскую и все здесь заправляю. Потом перехожу в другую. Потом ванна наверху, душевая внизу. Потом моя комната, берешь что хочешь. Вот, кухня и так далее. Вчера просто я вижу свой коврик, довязать не могу. И вечером просто ничего не делала. Поэтому получается вот такой немножко раскардаш. Сейчас утро наступило и моя мотивация будет посвящена тому, что пока батарейка будет, я не села, потому что потом мне надо будет заряжать ее. Будет посвящена тому, что когда браться за то дело, до которого руки никогда не доходят. Получается, что каждый день ты делаешь одно и то же. Одни и те же вещи, уборку убираешь в спальню, убираешь детскую и так далее. А потом ты устаешь и руки не доходят опять до чего-то, то, что ты хотела сделать давно. И сегодня, получается, я буду делать, разбирать матюшкины вещи, которые были из Чехии, все его школьные принадлежности, все его рисунки. Хочу разобрать все по коробочкам, это сложить. А если уже время останется, тогда буду делать все остальное. Если не останется время, то сегодня день будет посвящен как бы сказать, ничего не делаю подобного. Матерь сейчас занимается ВПР, да? Нет. А что там? На этом сайте. Которое? Какое? Ш. Реж. А ты зарегистрировался? Подключил? Нет. Там можно без зарегистрироваться. То есть он сейчас занимается Российской электронной школой, да? На этом. Агата еще у нее спит. Папа пошел у меня сделать. Внизу он делает кольцу на обед. Агата у нас поздняя пташка такая. Поздно просыпается, поздно ложится. Ничего с этим. Така поделать не могу. Вот так у меня выглядит в этой комнате такой раскордаж. Мне нужно будет потом убраться. Вот так выглядит моя спальня. И это я тоже оставляю на потом. Потому что, в принципе, я это делаю каждый день. Я просыпаюсь и начинаю убираться здесь. Кстати, стоит под нос. Я одна, я не знаю, я очень довольная женщина тем, что мне каждое утро гости приносят завтрак в кровать. То есть, вот у меня стоит там просто тарелка перевернутая. Закрытый мой бутербродик, который я не успела доесть от котиков. Конечно же, сейчас я это уберу, чтобы это не стояло на кровати. И начну заниматься своими делами. Вот эта комната, которая называется «Заходи, бери, что хочешь». Здесь у меня гладильная доска стоит. Здесь у меня и сушилка стоит. Здесь у меня и детские игрушки, и коробки, которые никуда не влезают. Но и здесь же у меня находится эта коробка с Матекинами принадлежностями. Поэтому я постараюсь как-то привести в порядок вот эту комнату, и плюс его принадлежности школьные, старые. Я вот с такой грустью смотрю, тут у мальчика какие-то работали, и школу забрали. Буду сейчас смотреть. Тут видно, что они что-то рисовали. Это вот они в школе рисовали такие рисунки. У меня где-то была большая папка. Она очень такая большая, на веревочках. Но это надо будет искать внизу, там тоже среди коробок. Там я туда все складывала, все рисунки школьные, которые с одной школы, в которую он ходил, и потом в нашей деревне. Солнышко светит. Не знаю, девочки, конечно, как будет, когда солнце светит. Вот тут его работа, имя, которое они последние делали, про Карла. Вот такая. Святой в отце. Вот так это выглядит. Коты. Вот еще одна работа. День 4. КОНЕЦка. ЛИРИИ. КОНЕЦка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, девочки, у меня села батарейка, и пока она заряжалась, у меня не получилось так, как я хотела, чтобы сделать одно дело в приоритете, а потом уже приступить к другим делам. Вот просто так не вышло, а вторая батарейка, она у меня очень долго не удержит, и я поэтому решила зарядить нормально, хорошо батарейку. И что я успела сделать за это время, когда я должна была заниматься вот этим. Я успела, значит, так как я говорила, пылесос у меня нету сейчас, подмести весь первый, второй этаж, внизу вымыть полы, убрать кухню. Костя начал готовить обед, я ему помогла приготовить, почистила внизу коврики все, вымыла внизу раковину, унитаз, наверху тоже вымыла, заправила все в детской комнате, вытерла пыль. Что еще? А, еще для своего коврика нарезала из старых футболок несколько клубков, потом, 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 потом. А, ну еще поскладывала постеренные вещи, которые я вчера, вчера гладила, потом пошла монтировать видео, которое уже вышло последнее на канал, по поводу того, что как нам не скучно, мы проводим время дома, вот так, в изоляции. Вот, и сейчас я стала записывать то, что должно было быть для меня в приоритете. Повторюсь, вот эти вещи, это только одна коробка есть, которая тоже с его школы, я еще там не разбирала, вот здесь как бы самое главное. И вот, и я ностальгирую девочки. Вот этот кошелечек, он когда пошел в первый класс, у него остался от рюкзака, то есть вот он ходил и собрал с собой денежку, чтобы в автомате покупать в Чехии в школе молоко, какие-то там ништяки, какие-то вкусняшки, вот все это и оставляют, и опять будет коробка памяти. Вот этот кошелечек был, когда он ходил в детский сад, это был Пат-Мат, тоже сюда я давала какую-то мелочь, и мой ребенок, они когда часто выезжали, кстати, в Чехии и в садике, в школе они постоянно ездят куда-то, то есть там в зоопарк, гулять в какой-нибудь парк, если зима, куда-нибудь на коньках кататься, если есть снег, куда-то выезжают в парк, на самках, вот, поэтому всегда он брал вот этот кошелечек, а этот он носил в школу, этот тоже старенький, надо будет почистить, а это когда они ездили в школу в природе, это тот, кто, может быть, смотрел мои видео из Чехии, школа в природе, это они где-то зимой ездят, и в конце года, уже почти к лету ближе, они ездят на две недели примерно где-то так, в горы уезжают, и вот тут тоже он, сюда ему мелочь какую-нибудь, и денежку он сворачивал, и вот тоже ходил с таким мини-кошельком, вот, и они ездят, это школа в природе, это почти как лагерь, только они там, значит, гуляют, всё это на природе, при этом они там с учителями, и они учатся, только на природе, на природе, в природе, в природе, в природе, я не знаю, как по-русски, вот, а вот это, вот ставят такие штампики, сейчас я вам покажу, вот тут написано, Матиас Проволодский, вот так, это у них подписывались тетрадки, учебники в школе, которые там оставались, и домой тоже самое они носили, и это я помню первый и второй класс, это вот у каждого была сделана такая с именем и фамилием, такая печать, и она находилась в школе, и учитель, когда надо было что-то подписать, он ставил вот такую печать, и всё, всё подписано, вот, тут остался его замочек, это тоже он ходил в школу, потому что у них раздевалка, они имели свой ящик, вот у него был его замочек, остался на память, а вот это Чех Репаблик, это Матей носил ключ от дома, а вот это чипок, это тоже он носил, мы, кстати, забыли сдать, если бы мы сдали, нам там вернули денежки за него, когда ходил в столовую, подходишь, прикладываешь и получаешь там свою еду, вот такой чипок, вот, коробка памяти, а тут тоже вот интересно, он уходил из школы, ему тоже учительница подарила такие закладки, одни закладки для книг с Прагой, что если он приедет, чтобы когда он пойдёт учиться в школу, мог подарить детям, и ещё, а не где-то у неё отложены, ещё вот такие закладки, тут нарисован чёрт, чёрт с вином, но при этом написано «Чертовские добрые книги», ну, по-русски-то понятно, я практически прочитала без акцента, я не читала на чешском, «Чертовские добрые книги», то есть, «Чертовские добрые» — это хорошие книги, такие закладки, всё по-современному, вот, а вот это, если опять кто смотрел, когда мы взяли, это я сейчас перебираю маленькие записки от Матейных друзей, они сделали, мы этого не ожидали, вот, когда Матейка пришёл последний день в школу, и мне кажется, что даже ученики, в принципе, и не могли знать, что это будет последний день, не знаю, заранее они делали, или делали прямо там, писали, вот такие маленькие добрые записочки, вспоминка с чешском, потом то оточь, потом это откроют, вот такие записки, какие-то интересные, а Гой Матей, Годи счастья, а ты достанешь, что наявить, до добрых знамок, счастья в Майнкрафте, ну, желаю ему счастья, хороших оценок, когда он приедет, и счастья в Майнкрафте, потому что Матей увлекается Майнкрафтом. Милая Матерь, будешься ми по тебе стискать, по твоим КФЦ, а як си был на всех ных мил, ты си не вздал, а научил аси чешчину, мы на тебя не запомним, будешься в наших сердцах, в Дуфанже си найдешь спусту новых камушек, комараду, Агой, а си си русская, и с твоей новых комарад, найдешь в России с хороших друзей, что мы по тебе исключаем, что ты у нас останешься в наших сердцах, что ты научился хорошо ческому языку, и был на нас очень милый, ну, милый, все понятно, я не знаю, как на русский это все переводить, вот такие маленькие записочки, то есть дети рисовали, писали ему, их оказывается достаточно много, хотя Матей с ними проучился вот в этой школе два года, это название школы, кстати, в его школе очень были очень хорошие девчонки, они постоянно Матей поддерживали, Матька он очень такой чувствительный у меня, и мальчишки там тоже были хорошие, но вот девочки прям с ним очень хорошо общались, тут написано 5-й Тшида, 5-й класс, а здесь он пойдет 4-й, вот если не коронавирус, так что вот это я тоже Матей кладу, вот у меня тут была такая сумочка, и я ему кладу на память, я очень надеюсь, я просто очень надеюсь, что мы все-таки вернемся, только сейчас вообще непонятно, как это все будет, когда все откроется граница, вообще когда все, как будет дальше Чехия, тоже вот, как мы здесь будем, но я очень надеюсь, потому что, если даже при самом, при самом плохом исходе, я все равно уверена, что в высшую школу, то есть институт, университет Матей пойдет там, потому что там бесплатное образование, и после того, как ты там отучишься, человек имеет право там работать, и поэтому вот у кого дети сейчас в возрасте, когда они сдают там ЕГЭ и так далее, на самом деле там достаточно, ну, съездят там курсы чешского языка, или здесь очень многие дети изучают чешский язык, а потом еду туда поступать. Это не так трудно, как кажется, это даже, ну, мне так кажется, чтобы выучить язык приблизительно, чтобы понимать, вот, поэтому у меня, я все-таки, у меня все-таки такая надежда на то, что Матей и Агата вернутся на свою родину, ну, а пока, пока мы будем вспоминать, и пока вот я хочу разобрать вот эти вещи, все его, а здесь делать такую коробку вспоминок, воспоминаний. Вот такая у него еще была кружка, Матей, он сюда там, когда в первом классе карандашики ставил, свои, тут тоже у него была такая бутылочка, когда он ходил в детский сад, Матей Аж, вот, вот эту кружку мы куда-то выкинули, но она достаточно такая прикольная, и тоже оставила ему на память. И нет, это уже была бутылка, и я тоже оставила почему-то на память. Это ческий фильм, Макси Пес. А вот это, кстати, я покупала такую, я не знаю, как это по-русски будет, называться, но она им не пригодилась, когда он, я покупала перед первым классом, но во многих ческих школах у детей вот такая сумочка висит, вот так она открывается, висит сзади стула, сзади или сбоку, где стол, тут можно подписать имя, фамилия, и все вещи, которые не нужны, там какие-нибудь тетрадки или книги, ты можешь оставлять. Вот, но она нам не пригодилась, так она и осталась, вот, потому что у Матея, что было в первой школе, в его спортивной, что вот, в которой он ходил сейчас, у них всегда были либо там контейнеры, либо там такой, я не знаю, как это называется, стоянку, да, составляешь там тетрадки или книжки. Не все дети носят постоянно с собой тетрадки или книжки, то, что не нужно, они это оставляют, и у них не такой прям нагруженный портфель. Если бы они еще не носили там бутылку с водой или со свачиной, ну, то есть, бокс с обедом каким-то, ну, с вкусняшками перекусить, то вообще бы, на самом деле, рюкзак бы был намного легче. Вот, поэтому, я не знаю, как здесь дети, я еще не столкнула, сколько они носят с собой тетрадок, книжек, но в этом плане у них продумано, что ты можешь либо вот здесь оставлять у себя около стола, либо есть там, я показывала, когда на 1 сентября вот такие боксы, куда что-то складывала. Ну, тоже оставила на память, пусть будет. Тут тоже разные его подделки, но это мне потом нужно будет переложить, потому что, так как мы это все привезли, это из глины они в садике лепили. Почти в каждом садике, я не знаю, как здесь, почти в каждом садике у них вот, они учатся играть на флейте, и это все бесплатно, обязательно вот у них есть. И они из глины очень много всего лепят. Ну, я не считаю других кружков. тоже вот такая закладка осталась. Ночь с Андерсоном, это когда он ходил в первый и второй класс. Ночь с Андерсоном, это тоже очень интересно. Они остаются в школе ночевать, приносят с собой точно так же свадщину, и они читают книги Андерсона, читают сказки разные, там же они приносят с собой такие коврики, на коврик кладется спальный мешок, с утра им подают завтрак, он уже готовый, а с вечера, когда они приходят, они берут с собой свою свадщину. Вот, и вот такая закладка осталась. Ночь с вами. Тоже какие-то медальки, они такие чисто символические, что-то за какие-то он в школе получал. Тут одна спортивная у него медалька. Тут тоже всякие не буду трогать, это Мутино такое сокровище его разложу в коробку. вот такие альбомы я им покупала в Тангере, наш любимый магазин в Чехии, Флайн Тангере. Тут это был альбом Агатин. И, кстати, где-то за месяц до того, как мы решили, что мы уезжаем, мы тут сушили листики, и я только обнаружила, что они есть, я их хочу просто переложить. Так. Остались нам о природе в Чехии. Вот такие листы насушили. Вот такие. Это все было с нашей заградки, вот такие елочки туи от туи наших. Вот еще. А вот это Мотя рисовал, когда мы ходили на наше любимое место, у меня есть несколько видео около Лутавы, он рисовал лебедей. Может это кажется не очень важное, конечно, но для меня это очень важно, потому что любое событие моих детей, как они росли, как они жили, как они развивались, и мне вот все это дорого от их листочков, от их рисунков. И когда я тогда думала о том, что вот мои вещи не приедут, вот если все бросить, вот кто-то будет смеяться, да, мы брали кредит, чтобы перевезти свои вещи, вот, и мне до всех вот этих листочков, они мне настолько дороги, что мы просто взяли кредит, и чтобы наши вещи вернулись. Большинство я не из-за своих, не из-за костиных вещей, а именно из-за вот этой памяти детской. У меня много разных коробочек. У меня у Агаты коробка памяти, у Матейки, вот когда они были маленькие, очень много рисунков еще сложено по коробкам, вот школьные вот эти, для меня это все дорого. Я беру там какую-нибудь кружку, беру какой-нибудь листочек, и у меня сразу картинка, вот просто картинка перед глазами, я помню любой момент, я про себя мало чего помню, но что касаемо детей, я просто помню все, как, куда мы ходили, какой был воздух, как этот воздух пах, что мы делали, о чем мы разговаривали, о чем мы молчали. Вот этот сверток бумаги, это Матей делал эту бумагу сам, мы ездили, забыла, как это называется, за Прагой, Ботаникус, если я не путаю, там вообще там очень красивый парк, просто очень огроменный красивый интересный парк, там все экологично выращивают, там есть такие огороды, там есть куча всяких развлечений для детей, именно чтобы они какие-то вещи попробовали делать сами, своими руками, вот, и вот эту бумагу он сам изготовил. Она причем не тронутая, он на ней не писал, ничего не делал, оставлял для лучших времен, и думал, что здесь вот что-нибудь напишешь, что-нибудь важное. Детям всегда давали такое расписание, во сколько начинается урок, во сколько заканчивается, по всем предметам, и потом им вот это тоже все в школе выдают каждый год, а выглядит это по-разному написано, розверходин, то есть какие часы, какие уроки, когда, в какой день, то есть понедельник, чешский, математика, английский, английский, чешский, вот, поэтому и вот тут время, и для меня вот это расписание, оно тоже очень дорогое, у него всегда это висело над столом, я это все оставляю, вы знаете, девочки, если честно говоря, я посмотрела, тут в принципе, когда я приезжала, оно все так убрано, в принципе, ничего такого, как бы сказать, чтобы мне нужно было разбирать, я вот только вот в эту коробку переложила, а так, в принципе, все разобрано, это тоже коробка памяти, потому что тут тоже у него остались, я не выкидывала ни одну тетрадочку, вот все, что у нас с первого по пятый класс, все здесь сохранено, поэтому тут какие-то оставшиеся учебники, какое-то тоже опять расписание, носубинка, табулка, это таблица умножения, это вот как он изучал, чтенарка, это линейка по чтению, вот такое у них, вот он начал учебный год, летом он писал, тут назвав книги, как называется, автор, иллюстратор, и пишешь об этой книге, вот у него это осталось, дневник для чтения, остались у меня еще чистые обложки, не знаю, пригодятся здесь, я даже не знаю, здесь какой-то формат книги, маленький, длинный, какие-то тетрадки, вот что-то у меня осталось, то, что я покупала для школы, обложки разные, часто они, когда делают какие-то работы в школе, у них, вот, бывает много вот таких папочек, они делают какие-то работы, что-то туда пишут, потом кладут в эту папку и с собой носят по одному предмету, по другому предмету, еще нашла, когда в магазин в Лиддл ходили, там часто, я так понимаю, что это мы не покупали, там, видно, как подарок был или еще что-то, погадкий под стромочек, сказки под елку, это золотовласка, а это три золотые глаза деда вщеведа, тоже погадкий под стромочек, все так грустно, девчонки, знаете, почему грустно, потому что, когда ты всем этим жил, твоя жизнь каждый день, каждую секунду, каждую минуту, она просто проходила вот по такому сценарию, у нас не было сказки, у нас были пугадки, другие традиции, которые очень интересные, которые, например, когда я была маленькая, у меня были другие традиции, и я, когда своим детям рассказывала, они тоже сидели, рот раскрыли и слушали, но это их традиции, и сейчас, конечно, все это по-другому, вот они приехали, они на все с такими большими глазами, с открытым рутом, даже на те вещи, как бы сказать, для тех детей, которые считаются нормой, которые здесь живут, а они на это все смотрят с большими открытыми глазами, потому что для них это все как-то по-другому, а вот это, чем он жил, это считалось его нормой, вот так, и, конечно, сейчас вот этот отрезок жизни, куда его денешь, не знаю, так что, девочки, с другой стороны, я хотела, знаете, что сегодня, я хотела, сегодня думала, вообще уберу эту комнату, которая называется, у меня, заходи, бери, что хочешь, вот, и разберу и какие-то вещи, то, что для памяти, сложу туда, в коробочку, отложу какие-то рисунки, вот, здесь, как казалось, что, в принципе, убирать ничего не надо, я нормально складывала, когда мы должны были переехать, я это так и оставлю в коробке, может быть, со временем, когда просто нужна будет другая коробка, потому что она очень у меня широкая, крышка еле закрывается, вот так вот, то есть, если сюда что-то поставить, то она удержится, а если вот так, в принципе, удержалась, вот, и думала, что перемою игрушки, хотела все игрушки продезинфицировать, чтобы они были чистенькие, вот, и что еще, ну, так пропылесосить, вымыть полы, но, в принципе, наверное, сейчас я уже пойду дело близится к вечеру, и буду что-нибудь готовить, и к ужину, вот, но с другой стороны, я чуть-чуть повспоминала о этих вспоминках, о воспоминаниях куча, вот тут у меня лежит по коробкам, здесь, внизу, вот, это, все, что сюда сложила, это еще не все, это то, что я просто переложила из этой коробки, и постепенно еще мне придется сюда что-то доложить, кстати, девочки, она не подъемная, и мне ее даже не поднять, без кости, очень тяжелая, все, скажи, Субтитры сделал DimaTorzok